Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение Лену Ланге и маму ее Ольгу Брукман. Как всегда уточняю, что видео несет развлекательный характер и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Лена Ланге появилась на ютубе с роликом «Ненавижу безденежья». Кто ж его любит? Стремно. Не хватило денег на кассе. Суть в том, что у Лены на кассе не прошла оплата по карте. Не хватило средств и кассир ей об этом сказала. Лене стало так неудобно, что она нам полролика рассказывает, что неправильно так говорить. Лучше вместо «недостаточно средств» говорить «не прошла оплата». Что-то пошло не так. Вы знаете, я не согласна с этим от слова «совсем». Если говорят «недостаточно средств», я сразу понимаю, что к чему. Какова конкретная причина, почему не прошла моя карта. Она простая и очевидная. На карте ведь просто нет денег. А вот если сказать, так как нам предложила это Лена, что что-то пошло не так или не прошла оплата, тут у меня бы началась паника. Я думаю, многих тоже. Потому что возникает вполне логичный вопрос «а что пошло не так?» Мой счет взломали, деньги украли. Если оплата не прошла, то почему? Карта размагнитилась, карта испортилась. Может быть это какая-то ошибка банка, что-то они там напутали. Либо ошибка терминала, где находится кассир, у них нет сигнала, что случилось. То есть тут можно со своими философскими раздумьями на тему, что же произошло, отойти очень далеко и начать звонить в банк. Выяснять отношения и требовать с них объяснить, что же случилось с картой. А тут тебе конкретная причина. Кстати, в достаточно вежливой форме. Тебе не сказали, что ты нищеброд, не знаю, что положи деньги, а то не сможешь рассчитывать. Вполне себе вежливая формулировка, просто-напросто не хватило средств. И сразу всем все понятно, никто не паникует, деньги ни у кого не украли, карту не взломали. Поэтому да, с Леной я тут абсолютно не согласна. Это уже какие-то ее личные комплексы, что она стесняется услышать такую фразу. По мне так ничего страшного, достаешь другую карту и расплачиваешься другой картой, на которой достаточно средств. Кто любит наличку, достает наличные деньги и расплачивается наличные. То есть я эту ситуацию абсолютно не воспринимаю, как будто человека опозорили перед всем магазином. Вот как нам это подает Лена. Что еще заметила? У Лены, конечно, сейчас ролики выходят с большой задержкой. В инстаграм нам про эту карту показывали, рассказывали, наверное, неделю назад, если не больше. И вот только сейчас этот материал появился на ютубе. И это уже не первый ролик. Лена буквально вчера-позавчера также выставляла ролики, которые снимала еще до того, как прилетела Ольга Брукман. Ну и собственно, не только с карты, но и с подружками. Подружек нам тоже в инстаграм показывали уже давно. И вот сейчас эта вечеринка на ютубе появилась. Та самая, когда подружки пришли со своими продуктами, со своими салатами, со своим чаем. И все они дружно стояли возле этой знаменитой барной стойки. Просто потому, что у Лены не оказалось стулья. Тогда они еще их не купили. То, что подружки не принесли из продуктов готового. Лена, естественно, не стала готовить самостоятельно. Даже не какую-то простую, знаете, сырную тарелку, либо мясную тарелку, где, по сути, просто нарезал. Нет, Лена все, даже простую вот эту овощную нарезку, заказала в готовом виде из пироги.ру. Она каждый раз повторяет название, откуда она заказывает. После вечеринки встала Лена и рассказывает нам про делегирование. Приводит в пример своих подруг. У одной из них 4 ребенка, двухэтажный дом. И у нее есть помощница по хозяйству, которая ей помогает, убирает дома. И, соответственно, у подруги освобождается время на детей, на мужа, на работу. И Лена нам озвучила цену, которую оплачивает своей помощнице по хозяйству. Это 1000 рублей за уборку. Но, говорит, не могу я приглашать ее на регулярной основе, к примеру, каждую пятницу. Говорит, нужно в себе разобраться, почему так у меня не получается, как по программе. Я уже много раз говорила, что я абсолютно не против делегирования, если есть такая материальная, экономическая. Если женщине, к примеру, не нравится готовить, сели у себя шефа, хоть с мишленовской звездой, и он тебе будет готовить 5 раз в день. Другой вопрос, если женщине действительно нравится готовить, и тут к ней в дом пришел мишленовский шеф, то она, вполне вероятно, очень скоро его попросит с чемоданом на выход. И в конце ролика Лена нам показывает свой холодильник. Там уже дела получше, повеселее. Подруге, говорит, заполнили холодильник. Ну и написала нам Лена большими буквами по экрану. Горжусь собой и своими подругами. В прошлый раз Лена гордилась, что не пернула, это по ее словам, когда сделала рогатку. Теперь вот гордиться собой и своими подругами. Потому что подружки не просто так пришли. Они научили Лену пользоваться посудомойкой. Замотивировали ее. Действительно, гениальная просто идея купить посудомоечную машину и продолжать мыть посуду вручную. А еще Лена нам показывает свою духовку. Говорит, не нужна мне духовка. Ну вот, для дизайна и вообще, что было, взяла. Поэтому, да, духовка имеется. Может быть, в следующий раз подружки ей тоже подскажут, что можно ту же рыбу ее красную готовить в этой самой духовке. Еще проще будет, чем на сковородке. Ну и в инстаграм Лена нам поставила такой рекламный пост про мастер-класс. Куда она ходила? Азиатская, тайская кухня. Лена самостоятельно сделала салат. И том-ям теперь, говорит, буду дома готовить. Мастер-класс прошла. Готова к готовке. Не знаю, что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Что даже после мастер-класса кто-то там что-то будет готовить. Это после духовки, которая не нужна, но она как декор неплохо смотрится. Поэтому, да. Ну и сторис, где такая уставшая Лена, говорит, готовимся к распродаже. У нас, говорит, очередь уже электронная. Все в делах, все в делах. Ну и потихонечку переходим к Ольге Брукман с видео. Мерзну голая в холодной ванне. И на заставке нам показали две ножки, такие торчащие из ванны, чтобы никто не засомневался, что ванну с голой Ольгой нам точно покажут. Выясняется, что Ольга лежит в ванной и, говорит, лежу с телефоном. Пришла удовольствие получить и видео заодно смонтировать. И вы знаете, я теперь поняла, почему в видео Ольге столько ляпов, столько несостыковок. Потому что монтировать на телефоне на самом деле очень сложно. Если мы говорим про детальный монтаж роликов в таком стиле, какие они у Лены и Ольги. Да, можно красиво и быстро смонтировать ролик с какой-нибудь красивой природой, к примеру. И музыку красивую поставить, да. Еще быстро можно смонтировать видео от идеального Диктера, который никогда не говорит лайфхаки и прочее. Потому что не придется вырезать вот эти мелкие недочеты, какие-то паузы, какие-то ты дышишь, сопишь, не знаю, посторонние звуки. Просто одним полотном кинул туда и монтируешь. И не нужно тебе ничего резать. Если же мы говорим про вот эти ляпы, про тот стиль, в котором снимают Лена и Ольга, то тут, конечно, требуется более детальный монтаж. И на телефоне это делать очень неудобно. Я проверяла по времени, получается, раза в три, наверное, больше, чем на компьютере. Просто неудобно, маленький дисплей, ты начинаешь резать звуковую дорожку, чтобы вырезать какой-то короткий кусочек. И, конечно, это целое приключение. Поэтому, да, либо вот одним полотном все закидывать на телефон и не резать, либо тогда уже переходить на монтаж за компьютером. Это значительно сократит твое время. Хотя, да, согласна, с телефоном очень так комфортно. Ты сидишь в очереди, якобы монтируешь ты еще где-то, опять же можешь монтировать. Но на практике это, первое, долго, а во-вторых, очень много ляпов остается. И при таком количестве подписчиков, как у Ольги и у Лены, это уже, знаете, не очень хорошо, когда блогер до сих пор монтирует на телефоне. То есть не заботится о качестве своего видео. Еще Ольга нам говорит, что горячая вода у нее закончилась. Получилось у нее набрать только половину в ванной. Потом резко вдруг потекла холодная вода. И пока Ольга дотянулась, чтобы выключить эту воду, вся та вода, которая была теплая, тоже остыла. Но, замерите, Ольга лежит, мерзнет, монтирует. И умудряется снимать нам видео. При этом все это в холодной воде. И нормально ей, главное, контент отснять. Дальше у нас возникает черный экран, черный прямоугольник практически Малевича. Ольга не стала это вырезать. Посчитала, что очень важно нам увидеть вот этот черный прямоугольник и закадровые голоса Лены и Ольги, их беседу. И вы знаете, я очень не люблю, меня бесит, когда у блогера идет спокойное, размеренное видео. Ты настроил звук, выкрутил его до нужной тебе громкости. И вдруг начинаются крики. Ольга начинает судорожно вопить. Лена! Лена! Вот это вот, это я вам сейчас приглушаю. На практике это было очень громко. И если ты слушал в наушниках, ты просто оглох. Если ты слушал без наушников, то испугались все твои домочадцы и даже соседские кошки. А монтировала бы Ольга на компьютере эту звуковую дорожку, там, где ее крики и вопли, можно было бы приглушить. Но на телефоне, конечно, это делать долго и муторно. Еще Ольга сходила в парикмахерскую, и ей сделала парикмахер-стилист главный фактический комплимент в ее жизни. Ольга очень рада, что, оказывается, теперь у нее очень много волос, вот этих бэби, которые наросли неожиданно. И Ольга начинает, собственно, искать причину, что да как, да почему отросли волосы. Никогда такого не было. И приходит к выводу, что во всем виновата. Вернее, благодаря это все правильному питанию. Действительно, интересный факт, что же там за такое питание, что от него даже волосы колосятся на голове за три месяца, заметьте. Это какие-то волшебные маффины и волшебная заливная рыба. Не заливной пирог с рыбой. Не зря же этот пирог Ольга с собой даже брала из Калифорнии, когда летела в Россию. Вот все правильно делала. Теперь видите, как волосы отросли. Там, глядишь, и грудь отрастет, попа подкачается сама по себе. На этом все. Пишите, что думаете. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова